Это кадры 2018-го. Подрядчик, выполняющий капремонт многоквартирника, не завершил вовремя кровельной работы, как следствие мокрые стены и плесень в квартирах. Исправлять ошибки пришла другая строительная компания, но и они не справились с задачей, бросили объект, так и не завершив фасадные работы. Так многострадальная пятиэтажка выглядит сейчас. Жильцы уже не верят, что капремонт когда-нибудь закончится. А кто его знает, оно закончится или нет, мы еще тоже сомневаемся. Потому что вот оштукатурят, снова обдирается. Оштукатурят, уже три раза так делали. А палубку сделают, снова разбирают другие, приезжают. Ну а кто его знает, что получится. Затянули капремонт недобросовестные подрядчики. Работы были сделаны некачественно и с нарушением сроков. С ними расторгли договоры и заключили новые с другими компаниями. Они не первый год на рынке и хорошо зарекомендовали себя. Уже отремонтировали фундамент и подвальное помещение. Остался фасад. Сейчас его штукатурят. Для безопасности жителей над подъездами сделали специальные козырьки и усиление балконов. На данный момент пока тепло, соответственно работаем без тепляков. Но так как фасад немножко уходит у нас в заморозки, у нас будут установлены тепляки, будут работать пушки. Мы их использовать будем только в крайней необходимости, для того, чтобы не создавать никаких трудностей для собственников. Следит подрядчик из-за чистотой. Ежедневно вывозится мусор. В подъездах порядок наводит клининговая компания. Контроль ведется в ежедневном режиме. То есть представители технического заказчика появляются на объекте ежедневно, фиксируют факт выполнения работ, также технологии соблюдения, ну и полностью решают вопросы, возникающие подрядной организацией. Закончить работы подрядчик обещает до конца года. Анастасия Нахрачева, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей.